Добрый день. В каком триместре беременности фактор лейдена действует наиболее сильно? Спасибо. Фактор лейдена это фактор генетической тромбофилии, то есть это сильный фактор генетический, который предрасполагает к увеличению свертывания крови. Во время беременности свертывание крови увеличивается с увеличением срока беременности. Вне беременности свертывание крови при наличии фактора лейдена тоже может быть разным. И это зависит от того, какой у человека вес, какой уровень сахара, физической активности, уровень воспаления, есть ли какие-то источники воспаления в организме. И от этого всего зависит, как будет работать, проявляться или не проявляться. Так как это ген, а есть еще сильное эпигенетическое регулирование, то есть как этот ген будет проявляться или нет. Это уже зависит не только от этого гена, но и от других факторов. И во время беременности в том числе зависит исходно, какая была ситуация по свертыванию крови в организме. Было ли оно повышенное или оно нормальное. Иногда даже бывает при генетической тромбофилии, типа фактора лейдена или протромбина, фактора второго. Допустим, беременность наступает, мы берем анализ крови, она в гипокоагуляции, то есть понижена свертывание. Понятно, что какие-то препараты, разжижающие кровь, на таком фоне будут увеличивать, допустим, риски кровотечений от слоек хориона, ретрохориальных гематом. Такое бывает тоже в жизни, да, при том, что есть фактор генетической тромбофилии сильный, а свертывание крови может при этом снижено. Поэтому в каком триместре наиболее сильно, получается вот в третьем, потому что там свертывание крови самое сильное получается. А вообще даже не только в третьем, но и в послеродовом периоде, да, как бы четвертый триместр, там свертывание крови становится еще больше. Поэтому, да, вот на послеродовый период тоже нужно обращать внимание и в плане контроля показателей свертывания крови, и в плане, допустим, да, каких-то вещей типа компрессионного белья, препаратов, соответственно, да, там по необходимости лекарственных. А после родов уже важно, чтобы при кормлении груди, тем более, когда много жидкости отдается с молоком, да, важно еще, чтобы поступало достаточное количество жидкости, и там гематокрит, вот само реально, разжижение, да, то, что реально называется разжижением, это гематокрит. Сколько, то есть это не просвертывание, да, там это сколько клеток, сколько жидкости в крови. Здесь важно, сколько вы пьете, да, вот это тоже важно, особенно при кормлении, потому что там дефицит жидкости может возникать. Вот, поэтому, да, из триместров беременности самые опасные в плане рисков образования тромбов это третий триместр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok